Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение, я Евгений Монархович. Весь Мозырь ждал 11-й тур чемпионата Республики Беларусь по волейболу. В Мозырь пожаловало прибужье. Трудно припомнить, когда в Мозыре с таким нетерпением ожидали тур чемпионата страны, как это было 24-25 января. Соперник Брестской прибужье уже на протяжении двух лет является самым принципиальным оппонентом. Наши жемчужные полезли, о чем говорят, как после матчевого интервью, где одни рассказывают про особую значимость победы, так и предматчевые речи, в которых игроки обещают буквально разгромить оппонента. Все это, как вы понимаете, эмоции. Однако накал поединка все это повышает, не всяких сомнений, как повышается и престиж победы, к которой каждый игрок и член тренерского штаба Мозырского и Брестского клубов 24 января стремился изо всех сил. Забегая вперед, отметим, что и днем позже, 25 января, в повторном поединке, оба клуба жаждали успеха ничуть не меньше, чем в первый игровой день. Однако именно стартовая игра Тура задала тон всей двухраундовой дуэли, и, к сожалению, она проходила совсем не так, как хотел того местный болельщик, как всегда активным образом поддерживающий свою команду на импровизированных трибунах спорткомплекса Мозырсоль. Впрочем, начнем по порядку, а именно сначала первая партия, половина которой прошла в равной борьбе. Хозяйки Тура старались атаковать мощно, делая упор на атаки крайних нападающих, правда не забывали и про центр, а гости, демонстрируя фирменную защиту, нащупывали слабости Жемчужины и, кажется, преуспели в этом. Хотя, если бы справедливым, еще до матча тренерский штаб Прибужи досконально разобрал игру соперниц, и та же Ольга Лозицкая не в полной мере проявляла свой атакующий талант. Так же, как и другие нападающие Полейского клуба, как следствие, 18-25. Однако этот счет казался недоразумением, которое должно было быть исправленным Азрианками во второй партии. Однако, опять Прибужи показывала более быстрый, живой волейбол, а у Жемчужины не все ладилось как в атаке, так и в обороне. Правда, ближе к концовке второй партии, казалось, команда Михаила Коваленко нашла свой волейбол, но, в конце концов, волейболистки Бреста вновь продемонстрировали свой характер, врув победу и в этом сайте 25-23, а после в сайте третьем еще одну, и вместе с ней победу во всем матче 3-0. Начну свой комментарий с того, хочу поблагодарить, конечно, болельщиков, такой полный зал, давно уже такого не было, хотя у нас всегда болельщики нас всегда поддерживают. А поражение наше, я считаю, что, конечно, тактически мы немножко где-то неправильно сыграли, нас переиграла команда Прибужи, все-таки не зря они являются чемпионами республики действующими, обладательными кубками республики тоже действующими. Конечно, Петр Хельков, он заслуживает похвалы, очень грамотно просмотрел нашу команду, очень тактически грамотно сыграл против нас. Конечно, нам было сложно где-то перестроиться, но я думаю, завтрашний день будет все по-другому. В этом матче мы увидели на площадке сразу двух новичков. У Прибужи это украинская диагональная Анна Бурбелюк, а в рядах Мозорской команды впервые на площадку вышла нападающая первого темпа Анна Калиновская. Хорошая, очень диагональная Прибужи, очень, можно сказать, даже по всей команде, что они практически не портят, они практически держат игру полностью от начала до конца. Что касается нашего новичка, Анни Калиновской, то это тоже очень грамотный, очень высокого уровня игрок. Но так как она недавно родила, и мы, конечно, ее придерживаем, чтобы она лучше набрала форму, и в дальнейшем она помогла ближе, когда мы подойдем к плей-вофу. Наши игроки были расстроены поражением, и комментария на Калиновской о своем дебюте мы не услышали. Зато Анна Бурбелюк, хорошо сыгравшая в этом матче, была настроена общаться с нами. И приятно, что в белорусском чемпионате появился еще один сильный, как нам кажется, игрок. Я сама родилась в Крыму, всю жизнь, в принципе, проиграла в Украине, в Северодончанке, в волейбольном клубе. Ну, как знаете, политические события тоже в нашей стране, и, в общем, пришлось искать какие-то другие варианты. Далее была недолгое время, буквально месяцев шесть в Уралочке, проходила тренировочный сбор. Уже традиционно в Брестском клубе можно отметить абсолютно всех игроков, выходивших на площадку. Так как не было в составе волейболиста к прибуже, никого, кто не готов был бы отдать все, что у него есть для победы. Впрочем, есть в составе команды с берегов Буга игрок, который в буквальном смысле вылетал в стену, доставая сложнейшие мячи в обороне. И, не щадя живота своего, стелился несколько метров по полу, чтобы не позволить сопернику набрать результативное очко. Сегодняшний матч был прекрасен, нам всегда очень приятно играть с вашей командой. Жемчужина Полезья очень сильная, дружная, слаженная команда. У вас всегда очень хорошая поддержка, и когда приезжаешь сюда, ну, царит атмосфера волейбола. И очень приятно играть в такой атмосфере. Учеба, да, я сейчас училась, но при этом, естественно, я не забываю о том, что надо себя в форме поддерживать, потому что без этого никуда. Тренироваться, да, тренировалась, и там. Вот без команды сложнее, конечно, подготовиться к играм, но больше ответственности сегодня просто было. Я знала, что надо выходить и через себя прыгнуть, но все принять, все довести, чтобы команде было легко. Здесь стоит пояснить, что последние несколько недель Виктория сдавала экзаменационную сессию в столичном университете. Но, как мы видим, даже самостоятельная подготовка может дать свои плоды при высоком профессионализме, который у Вики, безусловно, присутствует. Профессионально относится к своему делу и Жанна Голодко, которая стала одной из самых популярных волейболисток в Мозре после своего интервью на Кубке Беларуси, в котором она подчеркнула значимость победы при Бужье именно над Жемчужиной Полезья. Наши игроки, в свою очередь, отвечали Жанне как в интервью, так и на площадке. Только вот если в интервью у Жемчужинок это получалось хорошо, то на площадке вновь, правда, или скажем по-другому, сила была на стороне Голодко и ее команды. Мы выиграли командой. У нас получилось очень хорошо. Мы сыграли на блоке, мы сыграли очень хорошо на подаче. Ваша команда тоже очень хорошо сыграла. Они очень хотели, у них было огромное желание. В вашем зале всегда так приятно играть. Вас такие болельщики, они так поддерживают. Они поддерживают вашу команду, они уважительно относятся к сопернику, они поддерживают соперника. У вас очень здорово играть, поэтому... Приятно было в Мозре видеть и одного из самых популярных брестских болельщиков, Евгения Неронского. Он уже не в первый раз в нашем городе. И так случается, что когда этот волейбольный гурман приезжает в столицу Полесья с прибужья, его любимицы все непременно выигрывают. Просто какое-то волшебство. Все было, конечно, очень здорово. Команду я не бросаю никогда. Уже примерно год календарный, как с конца прошлого сезона, я посещаю все, абсолютно все, выездные матчи. То есть, бывает еще кто-то присоединяется, это достаточно редко. Но я всегда. И поэтому меня, наверное, не просто так называют талисманом команды. Необходимо отметить отличную работу тренерского штаба брестского прибужья, который, проведя великолепную работу, разобрал все сильные стороны жемчужного полесья и просто-напросто лишил нашу команду козырей. И в какой-то степени у мазырянок уже складывается некий комплекс прибужья, который наши девушки не могут победить уже в третий раз подряд. Вообще игра в волейбол, она непредсказуема сама по себе, а уж женский волейбол он тем более. Что касается того, что может случиться завтра, абсолютно всякое может быть. Команда очень неплохая. Я всегда говорю, что мне нравится и сама команда, и подбор игроков. Относительно первой части вопроса, ну, естественно, как жемчужина нас разбирала, так и мы. Нам просто немножко, может быть, удалось больше притворить в жизнь наши установки. Девчонкам очень благодарен за то, что они все это сделали, хотя не полностью доволен, особенно второй партией концовкой. Занервничали, заторопились. Этого так нельзя играть. Хотя, в принципе, счет позволял спокойно довести эту партию без нервотрепки, скажем так, до победы. А что касается преимущества прибужины и жемчужины, это все блеф команды абсолютно равны. И то, что будет завтра, не исключено, что может быть точно так же в другую сторону. Приятно было наблюдать за мозорскими болельщиками, которые вновь поразили всех и вся. Барабаны, трубы, трещотки, шумовая гамма, которую не создал бы даже симфонический оркестр. Все это было на туре, и пусть результат сегодня не порадовал полейскую трассиду, матч получился. И не в последнюю очередь, благодаря зрителям, среди которых были и первые лица промышленного гиганта мирового значения – Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Я думаю, что очень интересная была игра. Я давно уже не был на матче волейбольном, но вот эта игра, думаю, одна из лучших тех, которые я в последнее время увидел. Меня поразила все-таки прибужье, потому что очень цепкая команда, хорошая защита, нападение. Есть чему поучиться, поэтому нам надо идти вперед. Задали мы вопрос Анатолию Александровичу о том, что же, на его взгляд, помогло брейской команде победить. В каких компонентах игры гости были сильнее хозяев тура? Я думаю, надо сила воли, конечно, потому что были переломные моменты, особенно в первой партии, когда наши уже повели, и можно было подхватить эту вот стиль игры, и можно было выиграть. Но почему-то это не получилось. А потом как-то уже получилось так, что, наверное, переломило сила воли прибужья, и мы не смогли им сопротивляться достойно. Я считаю, что в классе игры тоже нужно поучиться, особенно в цепкости защиты. Защита играет великолепно в прибужье. В этом сезоне многие белорусские волейбольные команды столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Как-то, например, Могилевский коммунальник, который вынужден приезжать на тур в день первого матча, пропуская подготовительный день. Но, будем надеяться, сие никогда не случится с нашей «Жемчужной Полесье» командой детища Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Поскольку мы имеем сейчас пока финансовое состояние достаточно устойчивое, и план тот, который у нас есть на 2015 год, предусматривает финансовые вложения для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии волейбольную команду, мы пока планы не меняем. Безусловно, ценят внимание и заботу все представители «Жемчужной Полесье». Причем как профессиональной команды, так и одноименный с Дюшшор. И, конечно, каждый игрок, спортсмен, тренер, специалист стремится порадовать результатами, позволить гордиться собой. Только вот не всегда получается сделать это. Хотя каждое поражение для настоящих чемпионов это лишь ступенька к большой победе. Будем верить, сие можно отнести к результату второй игры одиннадцатого тура, в которой все переменилось словно по взмаху волшебной палочки. Напомним, что турнирное положение «Жемчужной» было достаточно прочным. Однако терять очки дома никак не хотелось. И раз уж потери три очка случились в первой игре, то второй матч должен был пройти под знаком приобретения этих самых заветных очков. И когда после первых двух партий болельщики выдохнули есть одно очко, никто не предполагал, что это самое очко, заработанное командой Михаила Коваленко по итогам первого и второго сета в 25-11, 25-16 станет единственным для мазарянок в этом туре. Начиная с третьей партии, брещанки, заметно ослабленные, отсутствием прекрасно игравшей в первый день Татьяна Карповича из-за болезни, потихоньку выправили положение и вот уже заработала фирменная защита прибужья. А «Жемчужная Полесья», стремившаяся побыстрее закончить матч в свою пользу, перестала играть так разнообразно, как в первых двух партиях, переведя атаки на край, где, откровенно говоря, не все получалось. 21-25, 20-25, результат третьей и четвертой партии и вот уже тайбрейк, который, к радости большинства присутствующих, начался со стремительного. Рывка «Жемчужной Полесья» 5-0. Однако затем вновь заработала брестская машина или сбавила обороты «Жемчужина» и 11-15 не в пользу мазырянок, для которых 11-й тур стал одним из самых обидных поражений в истории. Результатом не удовлетворен, конечно, потому что на домашних играх одну очко заработать дома – это достаточно серьезный минус. В то же время, ну, Брест – это защитная команда, мы это знаем. Команда характерная, поэтому сломать ее очень сложно. Первый день – принципировная игра, где-то там в первой партии что-то получалось, вторую партию упустили, возможность, ну, где-то не складывалось в нашу сторону. Достаточно чисто играет Брест, где-то они уже обитые в таких серьезных играх, нам этой практики, наверное, не хватало, поэтому, ну, 3-0 первый день проиграли. Второй день, в принципе, начали неплохо, все получается. Но, к сожалению, выдержать всю игру на одном уровне не все наши лидеры это могут, и за счет этого соперник выигрывает. Действительно, не все наши лидеры способны играть сильно весь матч с таким соперником, как Прибужье. Правда, вышесказанное никак не относится к Анне Капко. Хотя, конечно, если проигрывает команда, то игра отдельных игроков, пусть и сыгравших неплохо, блекнет на общем фоне. Два дня был хороший волейбол, красивый волейбол, были очень достойные моменты. Мрест, молодцы, они, как всегда, хороши в защите. Ну, наверное, мы немножко концовочку не рискнули, и это, наверное, нам сказалось на результате. То, что мы взяли одно очко дома, это очень грустно, и хочется больше на домашних играх, хочется немножко больше. Ну, это то, на что мы пока способны. Будем работать над этим, и я надеюсь, что в плей-оффах мы намного будем и увереннее, и лучше, и качественнее, и меньше ошибок будет. Ну, по крайней мере, у нас такая цель. Вновь, как и на прошлом туре в Гумеле, у Анны Капко были персональные болельщики. Это семья Семченко, возглавляемая Людмилой. В прошлом восхитительная волейболистка. Долгое время был кубок, игравший с Аней. Вначале в сборной команде стороны, а после и в Могилевском коммунальнике. У нас есть, да, наш персональный игрок, за которым мы всегда следим, болеем, переживаем. Это Анна Капко. Мы очень давно дружим. Получилось так, что с семьей приехали в Мозырь посмотреть эти игры. Очень интересный. Получился тур, захватывающий. Сегодня вообще был триллер, можно сказать. Конечно, эмоционально. Хотелось, чтобы Мозырь выиграл. Но, думаю, девчонки, две команды старались. И для болельщиков получился праздник. Действительно. Потому что игра в защите, в атаке, на блоке. Ну, то есть, просто надо поаплодировать, стоя за такую игру красивую, сказать им спасибо. Ну, жалко, конечно, что Мозырю не удалось выиграть. Было бы приятно болельщикам. И мне, в частности, тоже. Обидно. Действительно обидно было проигрывать брещанкам, особенно во второй день тура. Тем паче, что после двух стартовых сетов никто и предположить не мог, что в итоге все так и повернется. Игра была хорошая. Мы ждали тоже этого соперника. Вчера немножко не сложилось у нас. Сегодня мы думали, мы верили, что у нас все получится. Мы собрались, были очень злые. Первые две партии, ну, хороший был счет. В третьей партии немножко где-то, может быть, дали слабинку. Может, где-то дали слабинку. И вот, ну, приема чуть-чуть не было потом. Не было Анки, как пасовать. И вот поэтому мы уступили третью партию. Потом было немножко в четвертом партии тоже переломных моментов. Третья зона не доходила в край. Был разрыв. Нам забивали такие мячи сумасшедшие. Ну, и мы сегодня тоже доставали потрясающие мячи в защите. И забивали. Но чуть-чуть не хватило. Не хватило веры в себя. Биться до конца. За себя, за команду. Чтобы были все вместе, а не по отдельности. Что до прибужья, то оно просто восхищает. Причем как игрой, так и работой с подрастающим поколением. Которое с каждым сезоном пополняет главную команду своего региона. В следующем интервью один из тренеров команды Александр Верковский прокомментирует второй матч тура. И сделает он это вместе с Анной Зеленко, которой только-только исполнилось 16 лет. Но которая уже уверенно чувствует себя во встречах взрослых команд высшей лиги. «Ни от кого не стекрет, что это команда Харасер. Правда ведь? И все они говорят, что это команда мастер спорта. Так ведь? То есть не отдельная личность. И да, большая потеря Таня Карпович, но девчонки еще больше мобилизовались. То есть это внутренняя сила у этой команды всегда была. Я надеюсь, она будет навсегда. То есть Грестия это и присутствует. Было страшно, конечно, но... В том-то и ценность Анечки, что она, не глядя на волнение, демонстрирует свое мастерство и радует многочисленных болельщиков, в числе которых и подруги этой чудной девчонки из команды Центра Олимпийского резерва Брестской области Виктория. «Я очень рада, что мы выиграли. А девочки, конечно, меня поддерживают. Но я с ними иногда даже тренируюсь. Скоро, потому что у нас ИДМ. И мы будем играть. Мы должны выиграть». Впервые мозорские болельщики увидели Александра Михайловича Верковского, второго тренера Брестского волейбольного клуба «Прибужия», который приоткрыл нам некоторые секреты тактики и стратегии своей команды или, если вернее, стиля, философии игры. «Может быть, маленький секрет, хотя люди, понимающие волейбол, это видят и это не скрыть. Мы играем за счет спешей защиты и за счет много повторов. То есть доигровка – это наша очень сильная сторона. То есть некоторые команды говорят, что, судя по статистике, хотя я не знаю, где они такую берут, они видят в национальную сторону съемок. Немножко не так. Мы смело играем во всех элементах, но страховка, взаимопомощь, да, всей команды, она как бы дает свои плоды. То есть пусть мы не обязаны забить с первого раза, но мы добьемся 23-4, правильно ведь? Вот, допустим, в отличие от вашей команды, да, ну, ваша команда, вот я смотрю, когда я перешел сейчас в мужской волейбол, очень напоминает такой серьезный мужской волейбол, серьезный мужской волейбол, то есть силовая такая достаточно интересная компания. И, ну, только лишь характер, да, самоотдача вот именно нашей защиты нас могло перебороть. Иначе с вами, я думаю, любой команде будет очень сложно». Приход Александра Михайловича в Прибужье связан в первую очередь с его приглашением в сборную команды страны, которую с начала этого года возглавил Петр Иванович Хелько. Как показывает время, сильный и, что немаловажно, удачливый тренер. «Предложение поступило еще где-то, наверное, в октябре, не сказать, все в ноябре. Предварительный разговор такой состоялся. Ну, первоначально, как бы, я не давал согласия по той простой причине, причине, что, ну, во-первых, у Гончарова Виктора Федоровича еще действовал контракт до 1 января. Вот, а я считаю, что это не совсем этично идти на живое место, когда еще человек там работает, да. Вот. Ну, а потом, в общем-то, состоялся еще один разговор с руководством нынешней федерации. Ну, в общем-то, они меня убедили, что надо попробовать свои силы, скажем так. Что касается тренерского штаба, значит, на первом этапе он у нас будет полностью брестский, нашего клуба при Бужье. Почему? Потому что чемпионат только закончится, там буквально будет неделя разницы, и надо готовиться сразу уже к очень ответственным играм с Украиной. Поэтому здесь что-то, чего-то такое менять, там, искать что-то, я не считаю целесообразным. Напомним, что женская сборная Беларуси под руководством Виктора Федоровича Гончарова отобралась в раунд-плей-офф к чемпионату Европы. И в мае уже под началом Петра Ивановича Хелько попробует пройти этот последний отборочный континентальному перенству этап. Я бы хотел, чтобы она играла на таких скоростях, как сегодня играем мы, но на более высоком уровне. То есть эти же девочки условно ростом не метр семьдесят восемь, как у меня там Марина Павлова, а ростом под метр девяносто и такой же волейбол. Это, конечно, было бы идеально. Ну а вообще мой принцип в работе всегда, он такой, использовать самые сильные стороны того или иного игрока. Это прежде всего. Ну а даже главнее всего этого это создание коллектива, в котором бы всем девчонкам было комфортно. Чтобы они на самом деле выходились и бились друг за друга и само собой за страну. Действительно, золотые слова, которые применимы для любой команды, будь то клуб или сборная. Кстати, соперником белорусской команды в плей-офф будет сборная Украины. А из жемчужной полиции на сбор национальной дружины, по словам Петра Ивановича, будут вызваны Ольга Лазицкая, Татьяна Серик и две Анны, Капко и Калиновская. Хотя по ходу чемпионата Белоруссии результаты и турнирную таблицу, которую вы видите на своих экранах, все может измениться. И кто знает, возможно, еще несколько жемчужнок получат право защищать честь волейбольной Беларуси на международной арене. Но для этого нужно не просто хорошо тренироваться и жаждать победы, а добиваться ее, в каждой игре демонстрируя высочайшее мастерство и высокую концентрацию до последнего мгновения матча. Ну что же, уже в следующем туре «Жемчужная Полесья» пройдет очередную проверку сил и возможностей. В гости она едет к столичной минчанке, лидеру чемпионата Беларуси. И, кстати, после этого тура «Жемчужная Полесья» может вернуться на вершину турнира таблицы перенства. Дело осталось за малым. Дважды победит столичный клуб. На сегодня это все, дорогие друзья. С вами было волейбольное воззрение Евгений Монархович и Юрий Горобец. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин